Всем привет! Сегодня у нас устроят подписчицы. Сейчас я зачитаю, дадим свои комментарии. Давайте приступим. Так, хочу поделиться с вами своей историей, спросить совета. Мой муж турок, в браке мы уже почти три года, у нас двое маленьких деток, живем мы не в Турции. Муж старше меня на 20 лет, не пьет, не курит, он верующий, делает намаз, ходит в мечеть, ко мне относится хорошо. Никогда не кричит, не ругается. Если что-то ему не нравится, он спокойно скажет мне все и объяснит. Идеальный муж, я вам скажу, честно говоря. Ну, реально, хорошее отношение, молодец. Семью полностью обеспечивает он, так как я занимаюсь воспитанием. Деток веду домашние всякие дела. Практически все время я с детьми свободного времени у меня очень мало. Это пару часов вечером, когда детей уважила спать, потом уже уйду сама ложусь. Муж, в принципе, не так занят, может встречаться с друзьями, практически всегда за покупками ходит он. И несколько часов в день мы все же вместе проводим, можем погулять на улицу с детьми, вместе выйти. Вот именно рассказала вам о нашей повседневной жизни. Ну вот какая проблема. На протяжении всей нашей семейной жизни я иногда ловлю, в кавычках, мужа. Он переписывается с другими женщинами в социальных сетях. У меня, прошу заметить, ни одного аккаунта в соцсетях нет. Только ютуб-аккаунт и в начале наших отношений муж попросил удалить все свои соцсети, странички, так как он очень ревнимый и боится, что я буду с кем-то переписываться. Ну, у меня тут одно слово на варе и шапка горит. О своем общении с другими женщинами он говорит, что таким образом он учит русский язык, что, мол, это не серьезно все. А так просто шутка. Ну, пишет он очень красивые слова этим девушкам. Ты очень красивая, я тебя люблю, моя любовь, доброе утро, как спала и многое другое, куча поцелуев, цветов и тому подобное. Я это сейчас читаю. Я не ожидала. Я не раз делала ему замечание, что мне это не нравится, неприятно и меня это очень бесит. Я с ним неоднократно ругалась на эту тему, говорю, что это может перерасти в что-то более, чем переписка какая-то. Если я об этом узнаю, то наша семья распадется. Но он меня убеждает в обратном, что это совсем не повод для моей ревности, что это не серьезно. Я должна спокойно на это реагировать. Не так давно у нас был разговор на эту тему. Он сказал мне, что ни с кем не переписывается. Но буквально сегодня я посмотрела его телефон, там переписки, наверное, 15 или 20. Он просто не успел или забыл удалить это приложение. Он обычно так делает, попереписывается, а потом удаляет приложение, чтобы я не видела, что у него что-то там есть. Я все смотреть не стала. Муж увидел телефон у меня в руках и спросил, почему я его контролирую. И что я буду делать? Он боится ваших действий, что вы что-то будете делать. Вот пока на попе ровно сидите, он так и будет делать. Я не стала с ним выяснять отношения, так как не хочу, чтобы это слышали дети. Просто перестала с ним разговаривать. И вот теперь думаю, как быть в этой ситуации. Буду рада, если вы мне ответите, дадите совет. Заранее благодарю. Всего вам доброго. Милая девушка. Ну, блин, тут такая ситуация непростая. Даже, блин, я не знаю, с чего начать. А вас, я причины понимаю, у меня в голове такая каша. И у меня шок от того, что я прочитала. Если ваш муж кому-то пишет, что он кого-то любит, скучает, ты красивая, дорогая. Это не ваш муж. Потому что он крутит шуру-муру с другими бабами. Это ненормально. И это повод для ревности. Вы, во-первых, я знаю, что вы боитесь потерять свою семью, поэтому вы молчите. С его, конечно, подача. Он так устроил все, что он вас полностью содержит. Вы все, как я говорю, делаете. Финансово он вас содержит. У вас, скажем так, если вы живете в России, по меркам местным, очень хороший мужик. Вы качество хорошее перечисляете. Не пьет, не курит, не ругается, не скандалит. Деньги в семью приносит, полностью обеспечивает. Я домохозяйка. У нас такая красивая, замечательная, любящая семья. И что мы потом узнаем? Это образ. Я сразу говорю. В первую очередь для вас в вашей голове. А потом он вот такое делает. И мы с ним ругаемся по этому поводу. А я его... Вот то, что вы мне... Я хочу, чтобы вы поняли. Написали в начале письма. Это идеальная картинка для общественности. На самом деле у вас все это есть. Но также у вас есть гуляющий муж, флиртующий. В гуляниях, скажем так, мы его не ловили. Потому что просто так не переписываются тоже. Знаете, это не изучение. Что за бред изучать? Ну, начните изучать турецкий язык с турецкими мужиками в инстаграме, в конце концов. Ему будет приятно? Посмотрите на реакцию. Это вот мой совет, что делать нужно. Я, знаете, хочу... Я думаю, девчонки все понимают. Я вот вам хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Сама себе. Я хочу что-то менять. Или меня все устраивает? Вот на данный момент у вас есть образ идеальный в вашей семье, который вы поддерживаете. Не вносите ссоры, змы, не ругаетесь и так далее особо. Не ругаетесь, да? У вас даже муж спросил, что делать-то будешь? Он ждет вашей реакции. У него всегда есть решение на какую-то вашу реакцию. Он слишком обнаглел. Вы ему много позволяете. Вы выполняете его условия, раз условия были его ревности, удали аккаунт, и ты удаляй, дружок. Чтобы ничего не было, чисто. Детализацию номера мне давай. Распечатку кому-то к удачу звонишь, чтобы у вас это было, там, отчет каждый месяц. Вы должны держать его в ежовых рукавицах. Он ему мозги запудрил. Вернусь к тому, что я хотела сказать. Вы должны решить. Вы готовы глаза свои открывать и воевать за свою семью и бороться? С мужем, скажем так, его в ежовые рукавички брать? Или нет? Вот письмо, которое я прочитала, вы не готовы. Вы делаете все, что он говорит. Вы терпите. Зачем вы мне тогда пишете? Значит, вас все устраивает. Но со стороны с трезвым взглядом скажу. Нет, это ненормально. Муж так не должен себя вести. Как вообще можно посметь открыть рот, блин, или написать какой-то чужой женщине там хорошие слова? Я тебя люблю там даже. Это вообще что? Что за изучение? Вообще вы... Я не знаю, честно, меня... Я не могу культурно, блин, выражаться. Мне хочется ругаться. Не знаю, материться. Реально использовать такую брань. Блин, вообще. Я просто на себя даже автоматически применяю себя. Я такую... Я бы убила, я не знаю. Как вы, блин, вообще допускаете, чтобы муж себя так позволял вести? Это уже системно у вас. Зачем вы на это закрываете? Для чего? Вы вообще, алло, блин. Блин, что вы делаете? Потом он будет вам... Заведет семью на стороне, если у него еще ее нет. Родятся там дети. И вы будете, ну ладно, ну окей. Ну я же удалила все свои соцсети. Я хорошая. Я вот стараюсь. Блин, вы что? Блин, вы себя где нашли? Знайте себя, любите. Знайте себе цену. Вот честно, я просто в шоке такое. У меня нет слов. Что делать? Да, вопрос все-таки было. Во-первых, для себя поймите, что вы хотите. Хотите вы решать проблему или нет? Вот сейчас вы не хотите. Но вы понимаете, что здесь что-то здесь не то. Это уже хорошо. Как себя вести? И вы боитесь потереть семью и все прочее. Ну, начинайте ему отзеркаливать и делать то, что он делает. Заведите себе демонстративный аккаунт в инстаграме, в соцсетях. Я не знаю, там, в фейсбук контакт или еще что-то. Общайтесь с турками и учите турецкий язык, чтобы лучше... Он вот прям морды кирпичом, на таран идем, он наезжает, ревнует. А вы говорите, ты же учишь русский язык, а я учу турецкий. Чтобы понимать менталитет, лучше тебя узнавать, чтобы понимать тебя, твои внутренние какие-то желания, что-то там на подкорочке и так далее. Я же для тебя... Прямо такими словами. Я для тебя стараюсь. Я для тебя учу. Это же для нашей семьи. Нам это полезно. Дорогой мой, все для тебя. Ему это, думаете, понравится? Ну, бред вообще. Он же вам тут же, значит, скандал закатит. Вы слишком многому позволяете. Вот поэтому вы должны хотя бы начать отзеркаливать, делать, ведите себя точно так же, как он. А если он будет на вас наезжать и скажет, мне это не нравится, что ты творишь и так далее, а вы ему так и говорите, ты же так же поступаешь. Чем я хуже тебя? Если ты не хочешь, чтобы я так делала, сам переставай так делать. И контролируйте. Детализация номера, выписка какая-то, да? Регулярная. Плюс у вас обязательно контроль его, звонков, передвижений и так далее. У вас должна быть полная, взять его в руки вот так вот, скрутить и не давать ему выдохнуть. Вот ваша задача. И посмотрите, как он будет себя при этом вести. Из него тогда полезет все нутро. Либо он смирится и перестанет наглеть. Либо он покажет себя то, что он кем является на самом деле. Будет с вами ругаться, ревновать, скандалить. Все это из него, простите, не дерьмо, полезет. Вот увидите. Вам просто надо это делать. Ну, а если вы согласны с этим мириться, ну, считайте, вы себя нашли на помойке, разрешаете к себе так относиться, любить других женщин, вам изменять, вы на это спокойно смотрите и не реагируете. Ну, это ваш выбор. Для начала, чтобы это делать, я вам два шага намечу. Первое, понять для себя, что я хочу. Готова я воевать за свою семью, да? Чтобы мне не изменяли. Нашла я себя на помойке или я себя уважаю? Вот это определитесь с этим моментом. И следующий момент. Если вы выбрали воевать, скажем так, да, с мужем, взять его в жесткие рукавицы, то тогда вы должны отзеркаливать. Поступайте точно так. Демонстративно регистрируйтесь, показывайте Инстаграм, Турки, вся вот эта история. Потрепите ему нервишки. Он слишком хорошо расслабился, и ведет себя по-царски. Это просто свинство, такое поведение. У меня нет слов. Девочки, пожалуйста, напишите комментарии. Ну, не надо там прям наезжать, ругаться. Там женщину как бы унижать. У нас есть такие умники, любят так учить, но некрасиво. Давайте соблюдать, скажем так, мягкость какую-то, более-менее, да? У каждого разная судьба, разные характеры поведения. Каждая по-разному относится к ситуациям. И ее тоже нужно понять, почему она себя так ведет. Но, мне кажется, я довольно-таки жестко была в виде этого, достаточно. В общем, пишите комментарии, что вы посоветуете, как себя вести. Но у меня вот две таких стратегии. Первая вообще понять, что тебе надо. Готова-то. Если готова, отзеркаливайте. Посмотрите на его поведение, как все поведет. При этом вы должны понимать, что у вас будут конфликты. Все чисто, гладко, чисто не будет. Гладко, пока вы молчите и не наезжаете, и не качаете права. А вам нравится жить вот в этой позиции амебы, которую используют, и которая за спиной там что-то проворачивает. Если вы на такую позицию в семье дурочки согласны, продолжайте. Вы не готовы ни к чему менять. Просто дальше продолжаем хлопать глазками и говорить, у меня все хорошо в семье, у меня муж хороший, не ругается. Вот. На меня прошу не обижаться, но я просто была честно в шоке, когда читала эти слова, что он и пишет. У меня был шок, что такой хороший муж так может делать. Шок, шок. Но все можно исправить. Попробуйте. Я вам желаю удачи. У меня под видео всегда остается почта для ваших писем, для ваших историй анонимных записей на психологические консультации. Если вы не готовы это разбирать в видео публично, можете записаться на консультацию. Мы с вами все это проговорим, проработаем индивидуально по скайпу. Вот. Если видео понравилось, ставьте лайк, распространяйте его в каких-то группах, репостните, пожалуйста. И подпишитесь на канал. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Спасибо за внимание.